Приветствую вас. Я бы сказал, что в первую очередь нужно определить вообще, с чего вы, собственно говоря, хотите. То есть, вот то, что вы описали, это, безусловно, очень подробно и хорошо, но хотите, что, отношения гармоничные устраивать, на модели женского поведения поработать, себе разобраться, что хотите. А вы пишите, что работаете над собой, вроде бы, то есть, вы пишите, что вот те успехи, которые я делаю про работа над собой. Вы пишите, что работаете над собой, но как? Что конкретно вы делаете? Непонятно. Как непонятно в общем и то, почему вы решаете работать над собой сами, а не позволить это делать, например, специалистам, специально обученным для этого. Если говорить конкретно и по факту, то ваш страх быть брошенной, быть покинутой, идет даже не из низкой самооценки, а из непринятия себя. То есть, вы не принимаете себя, вы отрицаете нечто себе, вот, из-за этого вы не можете адекватно себя реализовывать, потому что, ну, например, вы считаете себя, допустим, недостойной, недостаточно важной, недостаточно официальной, недостаточно значимой, вот. Плюс родители в детстве, вероятно, чаще сейчас оставляли вас одну, вы их не чувствовали. И с тех пор вам кажется, вы думаете, что делаю все в вас, что это все из-за вас, вот, что вы такая вот плохая, что с вами что-то не так, вот. А людей, вероятно, вы идеализируете, ну, потому что стремитесь к ним, к людям, я имею в виду. Вот. То есть, работать нужно, в первую очередь, с принятием себя и с тем, я так полагаю, с тем, чтобы поменять свое представление о себе, которые сейчас у вас достаточно негативное, да, и нацеленное на то, что я какая-то не такая, вот вы пишете, что я недостойна отношений, вот. На другое. Более позитивное, более качественное, более гуманистичное, возможно, гуманное, по отношению к себе, вот. И, соответственно, через данный аспект уже выходить на более новый, более высокий и более качественный уровень выстраивания отношений. Вот. То есть, нельзя выстраивать отношения, да, боясь, что, ну, быть покинутой. Вот. Вы пишете, что вам говорят, ты слишком много думаешь, будь проще уметь переключиться и не строить лодни надежды. Но именно в этом-то и проблема, пишете вы. Проблема в том, что вы не живете для себя, по сути. Правильно? Проблема в том, что вы не живете для себя, проблема в том, что вы не делаете ничего для себя, по-видимому. И, по этой причине, данные советы, как по-больному. Ну, так, вот, тут дело не низкой самооценки. Тут именно в том, что вы себя не принимаете и не видите себя, как самостоятельного партнера, например, для отношений. А видеть себя только, вот, ну, на вторых, скажем так, роля. Что, конечно же, неприемлемо совершенно. Вот. Потому что, как бы, вторая роль, это, значит, прогресс, по сути. Вот. То есть, это, примерно. Примерно. Такая история. И, соответственно, действовать вам нужно, вот. В этом направлении. Вот. Ну, в первое условие, если вы этого хотите. Сами. Вот. Потому что, пока, на мой взгляд, не очень понятно, что вам нужно для себя, что вы хотите. Вот. Пока не очень понятно. Но, я полагаю, что, все вполне можно скорректировать. При желании. Вот. Самое главное, что у вас это желание будет. Вот. Желание работать. Желание, ммм, действительно над собой работать. Вот. Примерно так. Я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравились мои ответы. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Ну, я удалось. И, опять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.